Что же касается паспорта, я бы хотел бы ответить на вопрос о паспорта. Да, многим пришлось получить паспорта, потому что деваться было некуда. Например, я вам могу сказать за школьников. Всех школьников собрали ближе к маю, на конце апреля-начале мая. И детям объяснили, что если не получат они российские паспорта, в России паспорта получают с 14 лет, то они не получат документ о завершении учебного заведения, то есть аттестат. В том числе и мой сын тоже учится, ему в 14 лет как раз исполнялось. Точно так же его, как и остальных, вызывали в школу и заставляли в школе, тем более не в паспортном столе, а в школе, с копом принимали все документы детей, начиная с 14 лет и выше. И дети вынуждены были получать паспорта, чтобы в последующем получить аттестат о завершении учебного заведения, суметь сдать экзамен и пойти куда-нибудь учиться. Это что касается школьников. Второе, что касается пенсионеров. Пенсионерам четко и ясно сказали, что после Нового года, если у кого-нибудь паспортов, они не будут получать пенсии. Это раз. Второе, для того, чтобы было бесплатное решение в России, объявленное бесплатное решение, надо было получить медицинский страховой полис. Медицинский страховой полис никто никому не дает, пока не будет российского паспорта. То есть, попадая в больницу, вот непосредственно отец Синовера, перед тем, как мы уехали, попал в больницу, и только благодаря тому, что мы наполегли, его начали смотреть. Не хотели смотреть, потому что у него не было этого медицинского полиса. Третье, все частные предприниматели, а мы знаем, что в Крыму никаких объектов производственных нет. В основном работают фермии, мелкие предприниматели, среднего числа предпринимателей. Все, кто не были зарегистрированы до Нового года, с ними банки прекращали банковские операции. Сегодня тот же фонд «Крым», которому уже четыре раза отказано в регистрации, АТР, четыре раза отказано в перерегистрации. То есть, люди, для того, чтобы существовать, чтобы зарабатывать на кусок хлеба, вынуждены были эти паспорта получать, потому что им деваться было некуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА